И сейчас вопрос заключается в том, простите, у любого украинского политика. Что они ожидают от России, если возникнет новая Украина? Не скажут деньги, кредиты, льготные условия доступа на рынок и так далее. То есть, опять-таки, для того, чтобы Украина существовала, Россия должна поступиться своими интересами ради ее существования. А какой в этом смысл? То есть априори враждебное государство, которое перековывает русских украинцев. Государство не способное органически существовать за свой счет. А зачем его содержать тогда на границе своей собственной? Проще или полностью включить свой состав. Тогда уж если потратились на его основе, то для себя потратились. Или с кем-то разделить, если не получается полностью. Поэтому смысл существования Украины никакой. Ноль смыслов. Другое дело, что могут сложиться обстоятельства таким образом. Что какой-то кусочек Украины каким-то образом уцелеет. Потому что есть наши интересы, есть интересы наших врагов. Которые сейчас с нами борются. И в зависимости от того, насколько успешна будет для нас эта борьба, мир будет либо полностью на наших условиях, либо он будет каким-то компромиссным миром. И вот в условиях компромиссного мира возможен вариант возникновения украинского буфера, который будет нейтрализован и так далее, но который все равно самостоятельно существовать не сможет. И опять-таки будет возникать вопрос, чьим сателлитом он является. И даже если он будет формально объявлен российским сателлитом, то есть Россия будет вкладывать ему деньги и так далее, все равно этот обломок, огрызок будет 7 лет на Запад и мечтать туда же убежать. И соответственно, рано или поздно все равно его придется ликвидировать. Ну только если не будет возможности сейчас, придется отложить на 10, 20, 30 лет и так далее. Но размышлять о создании какой-то более или менее серьезной, сильной, дружественной любой другой Украины абсолютно бессмысленно. Это государство нежизнеспособно. И об этом свидетельствует даже поведение украинского населения. Потому что те, кто даже ненавидит Россию и числят себя украинцами, они с началом боевых действий, вместо того, чтобы защищать свою страну, они убежали на Запад. Причем убежало не 10 тысяч, не 100 тысяч, убежало несколько миллионов. Больше 10 миллионов убежало на Запад. И возвращаться они оттуда не собираются. Потому что когда у них спрашивают, им задают вопрос, причем неважно кому, луганчанину, харьковчанину, адеситу, львовянину, киевлянину, кто бы ни убежал на Запад, они спрашивают, а вот война закончится, вы же вернетесь? Потому что идиоты, в чем ты должен возвращаться, если мы уже в Европе? Ну, куда мы не будем возвращаться? То есть не нужна их страна, им самим, не надо их государство. Так для кого его создавать? Если остались русские люди, значит, для них есть Россия. Значит, украинцы убежали в Европу и тоже довольны этим. Ну, если остались какие-то еще там непрекаянные маргиналы, которые пока не нашли свое человеческое счастье, не знают, куда им поддаться, потому что, значит, нигде не в состоянии жить нормально, всего своей ущербностью. Ну, ради бога, такие были и есть везде и всегда. Но их относительно мало. Значит, понятно, что будут проблемы с местным населением, там понятно, что текущее поколение, те, кому сейчас 30, 40, 20 лет, которые родились, выросли на Украине, другого государства, не видели, воспитывались в соответствующем духе, значит, они полностью не перекуются, они могут смириться, но полностью не перекуются. Значит, кто-то, да, станет совершенно лояльным в России, кто-то там нет, кто-то в душе будет там камень за пазухой держать. Вот, но дети, внуки их, вырастая в России, будучи от природы русскоязычными, будучи от природы русско-культурными, значит, воспитываясь уже на российской истории, значит, воспитываясь в российских школах, они будут обычными нормальными русскими людьми, если им, конечно, не внушать, что они украинцы и не заставлять принудительно учить украинский язык. Будут нормальными русскими людьми. Да, это длительная перспектива, эта интеграция рассчитана на 30, 40, 50 лет, но на это же время это единственный эффективный метод работы с этими территориями, потому что в любом другом случае у нас будут возникать проблемы. Через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет, через 40 лет, но проблемы все равно будут возникать. Единственный способ решения проблемы – это удовлетворить всех. Украинцы, которые хотели оказаться в Европе, оказались в Европе. В следующем поколении станут немцами, поляками, португальцами, швейцарцами, кем-то, получилось. Украинцы, которые в Европе не хотели оказаться, значит, они или уже русские, или будут русскими их дети и внуки. Никаких проблем. А украинцев таковых не будет, потому что их государству не надо не только России, оно не надо им самим. И даже Соединенным Штатам оно надо только временно для использования в качестве расходного материала в противостоянии России. Соединенные Штаты найдут себе другой расходный материал, для них это тоже не проблема.